Ну что же, и снова всем привет! Сегодня мы разберемся, как полностью защитить Windows от любых изменений, вирусов, от всего, что может повредить нашу операционную систему и нарушить ее работу. А защитить нашу операционную систему нам поможет программа Shadow Defender. Итак, давайте приступим к ее обзору. А теперь давайте запустим программу Shadow Defender и разберемся, как с ней работать. Запускаем и разбираем все пункты по порядку. Состояние системы. В состоянии системы здесь можем видеть все наши диски, посмотреть их общий объем, свободное место и занятое место. Ну и в принципе здесь больше ничего нельзя сделать. Следующий пункт это настройки режима. Это будет основной у нас пункт, основное меню, основной раздел, где будем настраивать защиту наших дисков, нашей операционной системы. Здесь нам достаточно выбрать любой диск. Если выбираем диск C, то у нас значит защищена операционная система и весь диск C. То же самое касается остальных дисков, но на остальных дисках, конечно, операционной системы нет. Там будут защиты всего лишь только файлы и все, что мы там будем делать, удалять, перемещать, все будет в защите. Давайте выберем диск C. Теперь, чтобы включить защиту, нужно нажать защищенный режим и выбрать режим, в котором будет работать программа. Это оставаться в защищенном режиме. Это значит, если мы перезагрузим компьютер, выключим компьютер, защищенный режим всегда останется. И выйти из защищенного режима при перезагрузке. Если мы выберем этот режим работы программы, то, как только мы перезагрузим компьютер, защищенный режим отключится. Теперь же давайте разберемся, как работает защищенный режим и что можно делать в защищенном режиме. Первое. В защищенном режиме можно делать все, что угодно. Итак, мы выбрали диск C. Мы включаем защищенный режим. Я это сейчас делаю при вас. Включаю защищенный режим. Нажимаю ОК. У нас появляется Shadow Mode, чтобы мы включили защищенный режим. Теперь мы можем нафиг все удалить с рабочего стола. Давайте удалим. Навсегда удалить. Ну да, этот файл не удалится. Это мы пропустим. Тоже нельзя удалить. Это, к сожалению, тоже нельзя удалить, потому что работает в данный момент. Мы удалим все, что удаляется. Теперь мы можем удалить и это. Я сказал удали. Где здесь можно удалить? Почему? А, корзина попала. Удаляем. Это тоже удаляем. Что еще? Давайте это все удалим с рабочего стола. Тоже навсегда удалить. Так, это нельзя удалить. Пропустим то, что нельзя удалить. Теперь давайте зайдем еще в реестр. Здесь мы, давайте, вот это удалим. Да, я хочу это удалить. Вот это удалим. Все записи поудаляем. Куда еще мы зайдем? Консоль. Стартап удалим. Вот это удалим. Куда еще? В control panel. Давайте удалять все по порядку. Вот это удаляем. То есть можно делать все, что угодно. В защищенном режиме можно как угодно баловаться. Можно удалять любые программы, игры и все вернется в точности, как было до включения защищенного режима. Очень удобно, когда мы качаем непонятные программы, непонятные игры с непонятных сайтов и хотим узнать, есть ли в них вирусы, либо что-то еще вредное для нашей операционной системы. Мы включаем защищенный режим и начинаем устанавливать. И смотрим, как это работает. Если есть какие-то проблемы, просто перезагружаемся, либо выключаем защищенный режим. И все. И у нас все возвращается в точности, как было до включения защищенного режима. Давайте продолжим удалять. Чтобы было все честно. Мышь удалим, все удалим. Да, долговато, но зато честный эксперимент. Без всяких склеек. Все по-честному. Итак, я думаю, этого хватит. Этот пункт можно удалить? Да. И этот пункт удалим. Удалим пункт консоль. И панель удалим. Вообще реестр испортим. После такого обычно все работает уже очень плохо. Нельзя. Ладно. Нетворк можно удалить? Можно. Принтеры. Софтвер. Ну вот. Мы немного сломали. Ну а теперь нужно перезагрузиться. Итак. Немного сломали. Видите, все поломалось. Все повключалось, что не нужно. Все повылазило. Теперь мы останавливаем запись. Включаем запись на телефоне. И смотрим, что произойдет после перезагрузки. Итак. Включаем запись на телефоне. Оп. Включили. Оп. Включили. Ну что ж. Теперь мы перезагружаемся. А мы не можем перезагрузиться. Мы сломали все. Так. У нас все сломалось. Мы переборщили немножко. Ну ладно. Давайте нажмем просто клавишу выключения компьютера. Дожидаемся завершения работы. Теперь мы включаем компьютер заново. И смотрим, что будет после перезагрузки. Мы слишком все почистили. Даже видно было, что мы поломали операционную систему. Загружается все в штатном режиме. Заходим в нашу учетку. В нашу операционную систему. И вуаля. Все как было, так и осталось. Ничего не сломалось. Все прекрасно работает. Теперь мы смотрим, что защищенный режим не включен. Нету значка Shadow Mode. Теперь давайте перейдем в RockEdit. Так. RockEdit. И смотрим, что все вернулось на свои круга. Все на месте. Все, что мы здесь удаляли. Все осталось. Ничего не испортилось. Софтвер остался. А мы же здесь все поудаляли. Так вот. Делаем выводы. При защищенном режиме Shadow Defender можем делать все, что угодно. Не важно, что мы здесь делали. Не важно, какие программы здесь мы ставим. Все будет прекрасно работать. Ну что ж. Теперь давайте перейдем к следующим пунктам. И посмотрим, что там у нас есть. Вот мы и убедились, что в защищенном режиме Shadow Defender можем делать все, что угодно. Что бы мы ни делали, как только мы выключим защищенный режим, все вернется, как было, до включения защищенного режима. Будет все в точности, как было до включения защищенного режима. Ничего не изменится. Все вернется на круги своя. Итак, теперь еще давайте рассмотрим пару пунктов. Сразу рассмотрим два пункта. Это список исключения, реестра и папок, и файлов. Итак, список исключения файлов и папок. Мы здесь просто добавляем те папки и файлы, которые хотим, чтобы сохранились. То есть, допустим, я добавил папку видео. Я сейчас, если включу защищенный режим, то все, что записывается в папку видео программой, допустим, это OBS, все, что она записывает в папку видео, оно останется при перезагрузке. То есть, оно не удалится. Если я не добавлю сюда папку видео, остановлю запись, перезагружу, защищенный режим выключится, то все файлы исчезнут, которые были записаны в защищенном режиме. То есть, вернется все, как было, до защищенного режима. То же самое с реестром. Если мы не хотим, чтобы что-то исчезло из реестра во время отключения защищенного режима, то мы добавляем те ветки, те значения, которые хотим, чтобы остались измененные после выключения защищенного режима. Так, теперь сохранить сейчас. Ну, это не всегда работает, скажу, но в 95 случаях работает. То есть, мы можем не выбирать файлы и папки. Мы можем во время защищенного режима выбрать, что хотим, чтобы сохранилось. То есть, не исчезло после выключения защищенного режима. Мы выбираем, допустим, папку. Неважно. Допустим, папку загрузка. Если мы что-то загружали во время защищенного режима, мы просто выбираем папку загрузка. Окей. Оно сохранится. И после выключения защищенного режима оно не удалится и не останется, как было до включения защищенного режима. Останется оно, как мы сохранили во время защищенного режима. Но, скажу сразу, работает не всегда корректно, не всегда может сохранить файл. Иногда вылазят ошибки. Как-то так. Администрирование. Ну, здесь ничего сложного. Здесь автоматический запуск, отображать значок Shadow Defender, отображаться в док-баре. Ничего особо интересного нет. Здесь все легко и понятно. Ну, вот мы и рассмотрели замечательную программу Shadow Defender. Она, конечно, не панацея от вирусов, от чего-то еще, потому что она не работает постоянно. Мы ее должны включать вручную. Когда мы знаем, что будем, допустим, экспериментировать с операционной системой, вносить какие-то изменения в операционную систему, в ее файлы, либо скачивать какие-то непонятные файлы, либо также посещать непонятные сайты. Это очень удобно. Мы всегда сможем отследить, проникло у нас что-нибудь из IT, либо из непонятных файлов, либо скачанных игр с торрентов, или также со всяких программ взломанных. Ведь там тоже могут быть вирусы, червы, все что угодно. Очень удобно. Либо мы хотим поэкспериментировать с операционной системой, что-то попытаться изменить, исправить. Всегда очень удобно включить защищенный режим, поработать. Если все хорошо, значит, мы знаем, что мы можем это сделать. Выключаем защищенный режим и делаем. Либо мы видим, что мы все поломали, и так делать не стоит, и защищенный режим все нам исправит. Ну что ж, я думаю, всем было интересно узнать про такую программу Shadow Defender. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok